Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня долгожданное видео для моих подписчиков Вопрос-ответ. Сегодня будут вопросы о родов, послеродов, и обычные о жизни. Короче, опять сборная сорянков, всё обо всём. Начнём сначала. Первый вопрос. Первый вопрос от Августа. 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 Она... Я извиняюсь просто, я... По-разному можно ударение ставить, знаете. Растяжки после родов. Вот она спрашивает. Это я так сокращенно уже написала. Она спрашивает, были ли у меня растяжки после родов, и вообще как там я боролась, если что. Ну, вы знаете, я не обращала на это внимания, вообще никак даже не смотрела, мне даже дела до этого не было. Единственное, что моя соседка по палате уже в послеродовой, она так внимательно за мной следила. Я ходила там в коротком халатике, и говорит, ты знаешь, я вот смотрю-смотрю, но у тебя вот ни одной растяжки нету. И вот с тех пор я узнала, что у меня нет, значит, ни одной растяжки. Ну, потом, когда я начала уже говорить девчонкам, они тоже говорят, что, в принципе, даже когда я беременная ходила, по идее, даже во время беременности эти растяжки должны быть видны какие-то красные, но у меня нигде нет. И я надеюсь, что после кормления тоже на груди нигде не будет. Сейчас как бы, ну, я не вижу ничего такого, должны быть красненькие такие штучки, как я понимаю. Штучки. Звонок такой, это мое слово, штучки. Они красненькие сначала, когда большие, а потом они беленькие становятся. Вот скажите, правильно же я говорю? Я просто помню, что моя подружка, она красненькие штучки искала, когда был большой живот. А потом, когда живот уходит, то остаются такие белые растяжки. Правильно я понимаю? Скажите мне. Я не заик, нет. Если кто так подумал. Что касается вот растяжек, да. Ну, наверное, я бы что-то искала, но так как мне не нужно искать, и слава богу. Я на самом деле всегда увлажняла свое тело и мазалась и маслами, и кремами. Но не каждый день, сразу вам скажу, то есть не до фанатизма, но после, после... Так, моя мама начала проверять, есть ли у нее растяжки или нет. Ну, честно говоря, я у тебя не видела никогда растяжек. И красными не были. Белые, я же говорю, а не после. Мам, что ты все время споришь со мной? И красными не были никогда. Они красные, когда ты толстая, когда толстый человек, растягивается кожа, капилляры лопаются, или что там происходит, блин, я не знаю. Они красные. Может, я дура спорю, блин? У меня они были красными. То есть у тебя с самого начала, когда был большой живот там, да, или попа, у тебя сразу белые они появились. Белые были. Ну, вот у мамы мои были белые и остались белыми. А я, насколько знаю, что красными. Короче, вы должны наш спор разрубить, потому что я такой человек, блин, буду спорить до конца. Мама смеется, но я такая, что я в интернете сейчас залезу, прочитаю. Вот, кстати, мы с любимой с моей, в этом похоже. И потому мы вместе. А так меня вообще никто не выносит. Даже бедные мои подруги иногда уже. А, все, хватит. Я говорю, да как же хватит? Сказала, давай доведем дело до конца. Я, короче, я не спорить люблю, а я люблю истину просто. Я люблю, когда все четко. Ну, бывает, я ошибаюсь. Я с удовольствием принимаю свои ошибки. Ладно, с растяжками мы закончили. Полина задает вопрос. Где обрабатываешь видео? Телефон или ноутбук? Какая программа? Почему Селена и почему Свей? Где обрабатываю видео? Я обрабатываю в Pinnacle Studio. Я на компьютере работаю, на нетбуке. Почему Селена? Вообще, честно говоря, все имена и все, что вот никнейм, да, я придумываю интуитивно. То есть, я могу подбирать кучу слов. Это было штудирование такое, всяких имен. И оно должно было мне лечь, понимаете? Я помню, что я... Там обязательно должно быть буква С. Когда мне предлагали имена, мои друзья там или еще кто-то, да. Когда я читала в интернете, оно вот должно было быть вот такое, да. То есть, вот должно было просто почувствовать интуитивно. Но вот Селена, имя, хотелось мне что-то необычное, должно было быть там буква С точная, знала. То есть, Стелла, что-то такое смотрела. Но Стелла, у меня сразу ассоциации, ассоциация, господи, ассоциации такие. Стелла, знаете, как лошадка такая, все такое. Стелла, тра-та-та-та. Мультик, по-моему, был даже такой, я не помню. Когда на арену лошадка выходила, по-моему, и Стелла звали. Вот, и, короче, и оно должно быть мягкое, и в то же самое время, то есть, не должно быть какое-то жесткое. То есть, мягко-жесткое, что-то такое. И Селена, вообще, я искала это русское имя. Она пишется по-русски, Селена. Но так как я люблю английские буквы, латиницу, то я пишу английскими буквами. Вообще, Селена означает Сила Ленина. Вот так прям и переводилось оно в интернете, где я нашла это имя. Русское имя. Сила Ленина. Ну, мне не суть, что Ленин, да, потому что Ленин молодец там где-то, где-то не молодец. Это отдельная история про Ленина. Но знак того, что Сила, да. Сила всегда в почете везде. Главное, правильное русло ей дать. Поэтому это имя мне подошло. Вот оно как раз для меня было. А СВЭЙ, это я придумывала имя для псевдонима, когда я пела. То есть я была просто Селена. А когда я уже начала в Ютубе, я поняла, что выбивается всё время Селена, Селена Гомес. И я думаю, надо мне как-то тоже быть, наверное, не просто Селена, а придумать какую-то приставку. Я тоже долго-долго думала. И оно должно было созвучно быть с именем моим, да. И, короче, СВЭЙ, это на самом деле перевод с английского власть. Власть, господство и так далее. Понятно, что это слишком высокомерно, да. Тут Сила Ленина, тут господство, власть, все дела. Но поясню, что это не над людьми господство и власть. А это всё направлено внутрь меня. То есть сила моя личная, да. И господство и власть над моими личными эмоциями. И над собой, короче. То есть работа с собой. Ни в коем случае это не власть над другими и так далее. Всё направлено внутрь меня. Поэтому, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Я уже где-то об этом рассказывала. Прямо вот так назвали, и вот так неплохо мы, в принципе, и плывём с вами. Александра. Был ли в жизни человек, которому ты завидовала? Знаете, смотря, что вкладывать прямо в это слово завидовала. Потому что для меня, когда говорят завидовала, вот, ну, у меня только один негатив несёт это слово. Ну, в смысле, завидовала. То есть завидовать человек, значит, он вот желает тебе сразу плохого, и хочет, чтобы у тебя такого не было и так далее, да. Хотя я говорю, что зависть бывает разная для меня. Есть белая зависть. Конечно, я могу позавидовать человеку, но ни в коем случае, чтобы у него этого не было. Я ни в коем случае про него плохо не начну думать. Хотя частенько могу себя поймать на мысли, что, знаете как, самообман такой происходит. То есть ты видишь какого-то успешного человека, автоматически у тебя кто-то что-то спрашивает про него, и автоматически как-то ты говоришь, какие-то его недостатки начинаешь говорить, да. Но так как я человек самокопательный, я начинаю копаться в себе и думаю, а почему мне не нравится это в человеке. И когда далеко докапываюсь, я понимаю, что на самом деле человек успешный, у меня внутри где-то зависть, и потому вместо того, чтобы говорить, что вот молодец и так далее, я почему-то начинаю вот какие-то минусы искать, дабы немножко опустить на уровень человека, и типа не лучше он меня, да. Такие вот мерзкие такие штучки. Ну, конечно, есть зависть, вот, но в целом зависть у меня такая. То есть я, если завидую кому-то, я просто беру то, что у человека есть. Ну, не отнимаю в плане, а просто на заметочку себе беру и приобретаю, вот. Ну, не чёрной завистью такое, чтобы желать кому-то что-то плохое или отнять. Это ни в коем случае. Я хочу, чтобы все люди, которые имеют благо и счастье, пусть у них так и будет, и пусть они помогают другим тоже это всё приобретать, примером, может быть, своим добрым словом каким-то. Кен Джигюль задаёт вопрос. Имя сына, прививки, буду ли делать? Имя сына, Дэниэль, я уже говорила. И, кстати, мне много задаёт вопрос. Имя сына, сколько мне лет, как моё имя? Одни и те же вопросы. Девчонки, посмотрите, пожалуйста, мои видео. Я там говорю, в принципе, и вопрос-ответ я говорю. Получается, что как бы одно и то же получается. Спасибо тем, кто отвечает, мои подписчики отвечают моим подписчикам на комментарии, сколько мне лет там и так далее. Очень приятно прям. Думаю, ой, хорошо, не буду тратить время на то, чтобы одно и то же отвечать. Невнимательным подписчикам, которые не смотрят мои все видео. По поводу прививок. Я очень много консультировалась и смотрела видео такие, где не рекомендуется делать прививки. Но моя врач, у которой я велась беременностью, она говорит, что БЦЖ лучше сделать, а от гепатита можно пока не делать. Короче, я решила, что БЦЖ мы сделали, а от гепатита я решила пока не делать, но может быть сделаю в год, когда окрепнет иммунитет немножко у ребёнка. Потому что всё-таки это какие-то там негативные штуки, штуки, тинь, туда вводят ребёнку, да, и иммунитет начинает справляться. А так как у него иммунитет ещё очень слабенький, лучше не подвергать ребёнка. Но это вот моё мнение такое. Поэтому вот так вот. Пышечка задаёт вопрос, почему такая маленькая комната, вас же трое, дом частный. Да, у нас частный дом. У нас частный дом разделён на несколько жильцов. То есть у нас, в общем, такая постройка дома. Вот и всё. Вот мы здесь и живём. Здесь у меня комната, кухня и просто как бы маленькая квартира в частном доме, где есть ещё дворик свой в частном секторе. Маленькая комната. Вообще я её покупала не для себя. Я покупала её для квартирантов. Ещё я жила в Москве. Но так сложилось, что... Ну, я её покупала как бы для квартирантов, но с учётом того, что могла бы я в ней жить. И у меня где-то в голове было, что когда-то я сюда приеду. И, ну, не успела я купить больше квартиру. Получается, что вот это, да. И возможности сейчас как бы пока нету расшириться, да. Но я над этим работаю. Мы вместе с моим любимым над этим работаем. Вот. И нас не трое. Нас двое с маленьким. Рум-тур я уже показала свой. Где стоит его кроватка. Нам, в принципе, хватает места. Да, даже если бы здесь и трое жило людей, да, хватало бы места. Ну, конечно, душно. Хочется, хочется больше... Шире стены, больше пространства. Хочется, чтобы бегать. Но всё будет, ничего страшного. Вы знаете, какие сейчас дорогие квартиры и дома. Удивительно. Вот же такая маленькая. Ну, подумайте, почему такая маленькая. Вообще-то кошелёк не резиновый. И люди вот так на раз-два не могут купить себе квартиры и улучшить свои квартирные условия. Поэтому очень странно. Если вы живёте в хороших условиях, то супер, респект вам. А кто-то, бывает, живёт в хороших условиях, но со своими родителями. А мы, например, все живём раздельно. Мой брат со своей женой. Мама отдельно. Я отдельно. У каждого своя квартира. Ну и что-что маленькое. Ничего страшного. Расширимся. Мы молодые, ещё заработаем. Поэтому вот так, короче. Ирина, как тебе удаётся оставаться такой спокойной и бываешь ли ты истеричкой? Вот, интересный вопрос. На самом деле, да, я спокойный человек. Как-то вот за последние годы так всё сложилось, что я поняла, что нервничать вообще и истерить нет смысла. Но скажу вам, что это зависит не только от одной меня. Если бы у меня вокруг были условия такие, которые делали бы из меня истеричку, я вам скажу, что, да, с этим было бы очень сложно справиться. Просто я поняла, что для того, чтобы быть спокойной и не тревожить свои нервы, нужно себя, нужно вокруг себя сделать определённые условия. Должен быть молодой человек, который тебя не напрягает, который тебя любит, который делает всё, что, в принципе, тебе нужно, да, и ты чувствуешь всё это. Ты чувствуешь спокойствие и заботу. Там, не знаю, родители, если хорошие отношения с ними, то тоже, чтобы они были рядом, помогали и так далее. В общем, хорошие люди, хорошие друзья, которые тебя любят, уважают и не трепят тебе нервы. Хорошая работа, в общем, если нужна работа, да, или не работать, как, например, это делаю я. Заниматься любимым делом. В общем, если в моей жизни появляется человек, который начинает меня напрягать, который начинает что-то показывать своё, что касается людей, да, то я избавляюсь просто от таких людей и перестаю общаться. Так вот я перестала общаться с некоторыми, со своими подругами, которые показали своё истинное лицо. Вот. Так я и расставалась со своими бывшими парнями, которые просто делали из меня истеричку. И на самом деле, как бы, я, в общем-то, спокойный человек, ну, потому что я условия эти создавала себе. И как-то в один момент я не уследила за такими условиями, и были у меня отношения очень-очень жесткие, где реально мне говорили, что я истеричка, вообще сумасшедшая. Из меня делали всё время такую истеричку сумасшедшую. Но на самом деле это не так. Я тогда даже сомневалась, может быть, это правда так, но это на самом деле не так, я нормальный человек. И как только появился рядом со мной человек, который меня любит, уважает, и всё делает для меня, я стала снова спокойной, знаете. Ну, это не моя заслуга, это заслуга, конечно же, всех людей, но которых я, естественно, собрала вокруг, притянула, вот. И тоже их очень люблю и уважаю, обожаю. Вот, хотя с моим любимым мы тоже поначалу очень сильно ругались, я показывала свои когти, я отстаивала свои там кусочки свободы, но в итоге потом сдалась, в общем, покорилась. Но не полностью. Я ещё, ещё та штучка. Меня так просто не возьмёшь. Следующий вопрос от Эльзы. «Была ли ты в Питере и как тебе там?» Да, я была в Питере два раза или три. Мне очень понравилось, там очень красиво. Но я была там недолго, по одному, по два дня, и буквально вот... Вы знаете, достаточно было для того, чтобы впечатление понять о Питере, достаточно было просто прокатиться на вот этом вот экскурсионном пароходике или теплоходике. Была как раз весна. И вот мы проехались, посмотрели на всё, на всё рассказали, и я поняла, Питер — это красивый такой вот исторический какой-то город. И в пару ресторанов зашли. В общем, мне очень там нравится. Я бы ещё там погуляла, походила. Классно, Питер. Питеру привет. Дальше вопрос. Вопросы вот такие вот. «Где муж?» Наверное, взрослый женатик. «Записан ли ребёнок на отца официально?» «Очество малыша?» Я хотела сказать, ребята, вот уже, я уже говорила об этом вопросе. Ответьте. Ещё раз хочу сказать, что давайте тема моего мужа, как бы, да, и вот таких вот подробностей вообще просто, я считаю, что они не нужны. Я не зря не говорю имя своего мужа, я не зря не рассказываю какие-то подробности, не зря его нет в кадре и так далее. Если кто-то не верит, что там у меня есть муж, что у ребёнка есть отец, или ещё что-то, ради бога, я разрешаю вам, вот честно, от души, вот каждый, кто хочет, тот что и думает. Вы можете думать, что у меня там женатик какой-то, богатый, поэтому его не показываю, у него там жена, и я такая любовница, отбираю там кого-то. Можете думать, что у меня нет никого, что я вообще себе придумала кого-то, да, там, ну, в общем, всё что угодно. Но я всегда говорю какие-то вещи, которые могу и хочу вообще, в принципе, сказать, что у меня есть муж, я счастливая жена, и у моего ребёнка есть отличный отец, и я хочу, чтобы он был похож на моего любимого, и чтобы он был и характером, и внешностью похож на него, потому что у меня молодой, красивый мужчина, заботливый, любящий, и вообще, короче, я бы вам всем желала бы такого, но, к сожалению, вы даже не можете, наверное, понять, насколько, насколько всё у меня хорошо, поэтому я желаю, чтобы в вашем понимании, как всё хорошо, так и было. А подробности про своего мужа я рассказывать не буду. Дальше. Где вы рожали? Я рожала в перинатальном центре Ростов-на-Дону у Медведевой Галины. Это отличный врач, просто замечательный, и я не зря к ней попала, и вообще, спасибо всем, кто мне её посоветовал, и кто настоял на то, чтобы я пошла к ней, потому что я долго выбирала врача, поверьте, меня врачи доводили до слёз просто с одного знакомства, а эта врач очень себя красиво проявила, и очень заботливо, короче, классная женщина. Ирина, какие фильмы и сериалы тебе нравятся? Самое первое, что приходит мне на ум, это Доктор Хаус, и Теория Лжи, это мои любимые вообще фильмы, сериалы, ну, а фильмы, короче, а, жанры, 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 короче, я люблю психологию, я люблю комедию, я очень люблю любовь, про любовь, мелодрамы, драмы, короче, всё такое, я не люблю ужасы и триллеры, короче, я не люблю скакивать, бояться, и, ну, опять же, да, кто чем себя окружает, я не люблю всякие неприятные эмоции. Алена, что едите после родов, как оформляете еду, и что готовите? Алена, я никак не оформляю свою еду, вообще просто наложила и ем, я сейчас ничего не готовлю, спасибо моей мамулечке огромной, большой, потому что готовить сейчас она, и вообще не занимаюсь едой, потому что у меня на неё просто тупо не хватает времени, я вам тут снимаю тоже в условиях очень сложных, вот, а что я ем после родов? Вы знаете, в основном, что я могу сказать, это каши, ну, не каши, а крупа, это гречка, рис, из мяса я ем говядину, в основном говядину, да, ну, если баранина есть хорошо, кролик есть хорошо, но что-то поблизости в последнее время не могу найти, ем фрукты, яблоки запечённые, ем бананы, пока ничего такого не ела, сейчас начала овощи есть, салатики, вот, вроде всё нормально, и творог сами мы делаем дома, и йогурт тоже мама делает, у меня в мультиварке сама, и что ещё, чё ещё я ем, а, девочки, очень много я ем сладкого, но я ем конкретно, я ем ростовское сахарное печенье, я просто от него умираю, оно так зажарено вкусно, и такое хрустящее, если свежее, короче, я могу пол пачки за раз съесть, с чаем, чай я пью, чёрный завариваю, с молоком, и с ложкой сахара, просто я умираю, мне прям вот уже сейчас, я говорю об этом, мне уже прям хочется, от него очень много молока, но в принципе, у меня недостатка в молоке нету, даже, уже может и не надо, уже молоко, это из ушей льётся, а я всё пью, кружками пью, не могу, и очень мне нравятся конфеты, батончики такие, московские, короче, может быть, вы знаете, ну, такие, красненькая половинка, золотистенькая, по-моему, московские, да, они называются, не обратила внимания, они с орехами, есть там, тёмные с белым, а есть просто, короче, классические, вот я классические люблю, короче, ну, малого не высыпают, ничего, всё нормально, вообще, я это всё ела, вот эти сладости, печенюшки с самого рождения, то есть, сразу же на следующий день я начала есть по несколько печеньев, потому что я была голодная, мне не хватало того, что нас кормили, ну, и, соответственно, у меня нехватка сладкая, жёсткая нехватка сладкого, но я ем только это, ещё я ела торт, который после, на выписку мы заказали, короче, с любимым, вот, и я его ела, он был очень вкусный, я сейчас ищу, на самом деле, и не знаю, где похожих, ничего нет, я чувствую, мне придётся позвонить этой женщине, и, может, уже без украшения она сделает его дешевле, но он был очень вкусный, он был вообще классный торт. Ну, вот и всё, на вопросы я ваши ответила, понравилось, ставьте лайки, если есть ещё вопросы, записывайте в комментариях, подписывайтесь, кто ещё не подписан, я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео, пока-пока!